31 марта в Инженерном институте Казанского Федерального Университета прошла научно-образовательная конференция студента, посвященная плазменным и аддитивным технологиям в биомедицине. В рамках мероприятия выступил ряд студентов, которые поделились своими разработками и открытиями. Проходит ежегодная студенческая конференция. У нас она в Инженерном институте проходит по различным секциям. На прошлой неделе была секция, связанная с энергетикой, с ТЭК. На это сейчас у нас идет конференция по биомедицинской инженерии, по системам ремонта медтехники и так далее. Как бы докладываются не только результаты, а то, что именно выводится на обсуждение. Вот именно обсуждение на конференции – это основная задача, которую должны студенты освоить. То есть они должны не бояться задавать вопросы, обсуждать. И вот тогда происходит заполнительное через это их обучение. Итоговая научно-познавательная конференция для студентов Казанского федерального университета проходит ежегодно совместно с Управлением научно-исследовательской деятельности КФУ. Целью мероприятий является поддержка и развитие научного потенциала и мотивация к дальнейшей работе в научной сфере студентов. Мероприятие для учащихся выступает в роли тренажера перед защитой их магистрской диссертации. В ходе презентации своего доклада выступающие оттачивают свои коммуникативные способности, что упростит качество их выступления в будущем. Также одна из особенностей мероприятия заключается в том, что оценку выступления дают не только преподаватели и научные руководители, но и остальные участвующие. Конференция, она же известная, как раз направлена в том направлении, где идет и обучение студентов. Оценку, конечно, сами они, во-первых, оценивают, да, докладывают. Тут уже вопрос такой. Ну и во время, когда идет обсуждение и выступление преподавателей, они дают оценку чисто, как нужно было бы сделать, лучше, как сделать, лучше докладывать и так далее. То есть в данном случае здесь не такая оценка, как на экзамене, типа поставил там неудовлетворительно и все, здесь нет. Здесь не надо бояться, что ты не так высказался, что, допустим, не надо бояться выглядеть глупо. В течение двух недель пройдут еще две конференции, посвященные научным работам, где оставшиеся секции представят свои доклады. Ариана Поленова, Александр Кузнецов, Ниверньюз.